Друзья, добрый день! Мы находимся в пресс-центре «Аргументы и факты». Меня зовут Наталья Кожина. Я хочу сказать вам «Мамма миа!» У нас сегодня прекрасные гости в студии Дмитрий Богачев и Елена Черквяни. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! У нас тут началась целая дискуссия, которая, я надеюсь, плавно перерастет в диалог с нашими читателями. Не буду томить вас, дорогие наши друзья, поэтому первый вопрос абсолютно, как мне кажется, прогнозируем, но тем не менее хочу узнать на него ответ. Почему все-таки «Мамма миа!» вдруг мюзикл возродился? Что вас сподвигло? Исключительно зрительский спрос, требование тысяч, там сотен, десятков сотен тысяч зрителей вернуть «Мамма миа!» на российскую сцену. Больше ничего. Это вообще беспрецедентный случай. Мы провели опросы, да. Мы провели просто опросы. Мюзикл, который вернулся, такого вообще не было. Это первый раз, да. Мы провели опросы, какой мюзикл зрители хотят видеть, прежде всего, на российской сцене, еще раз. И среди всего, что было, однозначно прозвучало «Мамма миа!». Потому что музыка, которую в нашей стране обожает, собственно, позитивно. Символично, что это совпало с 40-летием группы. А я как раз думала, что не было никаких опросов. Я думала, что вот 40 лет, и, значит, вы решили, а не нет. Кажется, прислушивайтесь. Да, есть такая традиция. В России почему-то всегда приурочивают к каким-то круглым датам, какое-то непонятное. А почему нельзя сделать просто подарок зрителям, самим себе, просто потому что это нравится людям? И самим себе, да. Это совершенно случайное совпадение, что это в год 40-летия. То есть мы не подгадываем. Если вы увидели лицо Дмитрия, когда у нас шла репетиция, когда он как ребенок радуется, боже мой, наконец-то. Мы так все любим этот проект. Это потрясающе. Я обещал зрителям, на последнем спектакле он не даст соврать. На последнем спектакле в 2008 году я сказал, что «Мамма миа» обязательно вернется. Я свои слова держу. Вы знаете, я что хочу сказать. Мне кажется, что теперь, Дмитрий, вам придется как-то испытывать на себе такой пресс поклонников, которые ходят на ваши мюзиклы. Потому что здесь я не знаю, какое количество вопросов таких, но тем не менее, а будет ли возрождение каких-то других мюзиклов? Вы понимаете, что сейчас начнется просто прессинг на вас. Вы к этому готовы? Как только мы почувствуем, что огромное количество зрителей хочет вернуть какой-то другой мюзикл, мы обязательно... Может быть, третий раз «Мамма миа» сейчас начнется, друзья мои. Мы работаем для зрителей. У нас нет репертуарного плана, который нам спускается в Министерство культуры. Если зрители хотят, все для вас. Пожалуйста. Ну что ж, тогда, может быть, вы ответите вот на какой вопрос. Чем отличается нынешняя «Мама миа» от предыдущей с точки зрения внутренних ощущений, Елена, этого к вам вопроса? Ну, отличается, во-первых, новый состав, практически 70% набранных новых ребят. Декорация немножко другая, поменьше, но она очень уютная. Вот. И для меня, как для актрисы, было очень опасно. Я думаю, как я дважды в одну реку, та же будет. Да. Но был потрясающий режиссер Эндрю, который расковырял, нашел в нас, во мне лично, какие-то новые и по-другому, более драматично поставил этот спектакль. И все, кто приходит, да, и все говорят, что совершенно новый, совершенно другой спектакль. Многие говорят, что даже лучше, не знаю, по каким причинам, но так случилось. И мне, как актрисе, очень интересно играть, я как будто в новой постановке работаю. Он действительно лучше, он стал более глубоким, и акценты сместились в драматическую часть, нежели в чисто развлекательную, такую поверхностную, как это было до того. До того мы старались как-то, в первую очередь, развлечь, исполнить музыку правильно, песни как-то этот драйв задать правильно, и нам это удавалось. Сейчас начали копаться, и это принесло свои плоды, потому что зрители это почувствовали и очень оценили. Особенно поклонники, которые приходили не один раз на ту постановку, и в этот раз они говорят, что просто надо же, какие-то новые, вот Донна Мая, та же вроде, но все равно какие-то другие грани, совершенно по-другому, и им интересно. Это здорово, и очень было интересно репетировать. Ну, с новой труппой вам легко работать? Замечательная труппа, замечательная молодежь, совершенно, может быть, не еще не избалованная. Она у вас как дети, восторженные. В общем, и для них вот тот флер, то и мама Мии, и так все мечтали, многие работы в этом спектакле, потому что, нет, очень здорово, замечательный коллектив. Драйв новый появился. Драйв новый, и мы как немножко от них берем молодую кровь, они от нас, вообще такой идет обмен замечательный. Вампировые, в общем. Немножечко энергетикой. Кто этот красным галстуком пришел? Да, вы, не, на самом деле, Дмитрий, он же не первый раз, он знает наши корпоративные цвета, мне кажется, это он, чтобы глаза мои радовались, для этого пришел в красный галстук. Дмитрий, я вот двигаюсь исключительно по вопросам наших читателей. Друзья, не читаю ваши имена, но я думаю, вы узнаете, где ваш вопрос. Насколько было сложно проводить новый кастинг, да, новая труппа, новый кастинг, соответственно? Очень сложно, еще и потому, что мы запускали две постановки одновременно, а талантливых артистов у нас много, но недостаточно много, не столько, сколько бы хотелось, поэтому нам пришлось сильно поделить и, в общем, очень так прецизионно работать на кастинге, не понимая, кто те, кто будут воплощать музыку Алана Менкина на сцене нового театра России в мюзикле «Русалочка» в диснеевской постановке, и кто те, которые должны сделать не хуже, чем это было в 2006-2007 году и 2008 с мюзиклом «Мамма миа», поэтому было очень непросто, но для нас Лена Черквиани – это абсолютно был талисман мюзикла «Мамма миа», и других мнений просто не было, что роль Доны должна играть именно она. Дима очень волновался, потому что у нас был, правда, серьезный каст, мы думали, что мы придем, вот, старые, как бы, и нас так возьмут. Мы на полном серьезе проходили все три тура, и Дим, по-моему, до последнего не взял, не знал, возьмут нас или нет. Мы очень долго спорили с творческой командой, потому что творческая команда была та же самая, почти та же самая. Это международная команда, и там были и российские постановщики, и английские постановщики. И меня очень поразил профессиональный подход англичан, то есть они подошли к постановке как будто с чистого листа, то есть прежние заслуги не принимались в расчет. То есть как будто мы делали новую постановку «Мамма миа», и это правильно, потому что каждая постановка требует своего точного, достаточно требовательного кастинга именно для того, чтобы она вот попадала в десяточку, да, потому что спустя годы, ну, артисты меняются, характеры меняются, люди взрослеют, стареют, энергетика уходят. Это не про меня. Конечно. Поэтому мы провели новый объективный кастинг, ну и Лена совершенно вне конкуренции была снова. Я понимаю, как вам непросто постоянно доказывать свое право на эту роль. Друзья, у нас в гостях Дмитрий Богачев и Елена Черквянь. У вас есть замечательная возможность задать им свой вопрос прямо сейчас. Друзья, мы продолжаем наш диалог, присоединяйтесь к нашей беседе. Хочу вам задать, как мне кажется, провокационный вопрос, я, конечно, не знаю. Двоим, Елене Дмитрию, как вы относитесь к мюзиклам, поставленным в театре оперетты? Ну, у вас есть право никак не отвечать на него, конечно. Я считаю, что замечательно, что в нашей столице появляются другие театры, другие мюзиклы. Это замечательно. Пусть будет так же, как на Бродвее и в Лондоне. Кто-то пойдет туда, кто-то сюда. У каждого есть выбор. По-моему, театр оперетты, на мой взгляд, это прежде всего театр оперетты. И, на мой взгляд, все-таки этот театр должен прежде всего преследовать главную свою цель – это нести в искусство оперетты, в первую очередь. Колоссальное количество мировых совершенно потрясающих постановок и «Веселые льдовые», и «Мои прекрасные леди», и многих других, которые заслуживают лучшего, чем то, что сейчас есть в нашей стране. Что касается мюзиклов, в театре оперетты они ставятся в репертуаре, мы играем ежедневно. Вот 8 раз в неделю, месяцами и годами. И, конечно, у нас планка качества и требовательность к постановкам гораздо выше. Для того, чтобы продавать такое огромное количество билетов, нам нужно завоевать сердца аудитории объективно. К примеру, сейчас билеты на мюзикл «Русалочка» раскуплены до середины января каждый день. И мы продаем от 2,5 до 3 тысяч билетов каждый день. Ажиотаж нереальный. А на «Мамма мию»? Билеты по номиналу очень сложно. А на «Мамма мию» мы начали так достаточно спокойно, но сейчас мы дошли до уровня 2 тысяч билетов каждый день. Тоже продается, тоже ажиотаж растет. Для того, чтобы это сделать, нам нужно создавать очень серьезные, очень качественные постановки мирового уровня. Насколько я понимаю, у театра «Перета» не поставлены такие жесткие рамки, поэтому они могут себе позволить экспериментировать, ставить постановки более легкого плана. У них больше степеней свободы. Кроме того, это государственный театр, который получает стопроцентное финансирование из бюджета города Москвы. Ну или там не стопроцентно, а 50-70. Им проще в этом смысле находиться вот в этом поле. Но за счет того, что у нас так много факторов влияют на нашу деятельность, мы вынуждены просто делать постановки мирового уровня. Дмитрий, ну просто вы сами вот уже сказали, что на самом деле количество билетов говорит само за себя. Да, зритель голосует кошельком, никого не заставишь вытаскивать. А тем более в Москве, здесь все такие избалованные. Можно смотреть, да, искушенные. Кстати, вот это более правильное слово. Ну что ж, у нас есть такой вопрос от Ивана, который говорит, что во время первого пришествия анонсировался выпуск компакт-диска с аудиоверсией. И где он? Не было. Слово пришествия, отлично. Слово пришествия, отлично. Маммамия он имеет в виду? Нет, не было диска, мы не записываем. Я отвечу очень просто на этот вопрос. Мы столкнулись с тем, что бюджет на выпуск компакт-диска зашкаливал. То есть гонорарная часть творческой команды, международной творческой команды достаточно высокая. Именно в связи с именами, которые задействованы при выпуске этого диска, таких как всемирно известная фирма «Автограф», саунд-продюсеры английские и большое количество других людей, которые вовлечены в процесс. Из-за того, что огромные затраты на этот диск, окупить его не очень просто. Поэтому мы просто из финансовых соображений решили не выпускать. Мы сделали некие промо-версии, содержащие 3-4-5 треков из этой постановки. Мы их совершенно бесплатно на спектакле раздаем зрителям просто в виде подарков. Поэтому приходите, получите какой-то приятный подарок. Вот «Добрая душа» он называется. То есть придешь на мюзикл и еще подарок. Мы не на этом денег зарабатываем. Ну, это я знаю. Ну что ж, у нас есть... А можно я вот задам Елене вопрос? Он не касается... Такой женский вопрос. Чисто женский вопрос у нас. Ну, просто спрашивают, непонятно, то ли мужчина, то ли женщина. Ваш имидж – это исключительно ваше старание или это собственный стилист? Вот так вот. Ну-ка, раскрывайте нам все свои секреты. Нет, я... Елена, что за скромность? Подождите, значит, за кадром. Елена говорила мне... Нет, стилиста у меня нет никакого. Я вот это то, что... Нет, это «Моих дел рук», это там «Мама с папой, спасибо», «Природа». И, в общем, так. Я люблю... Говорить «Моих дел», а не «Моих дел рук». Так. С Дмитрием не расслабишься. Он, в общем, подскажет, как ответить. Да, я люблю одеваться, я люблю украшения и прочее. В общем, как бы я люблю... В общем, все это «Дело рук» самой Елены. Вот так вот, друзья. У нас вот какой вопрос. Дмитрий, скажите, есть ли вероятность... Ах, вот, пожалуйста. Сейчас я буду помогать им отвечать. Елена, помогайте, да. У вас прекрасный танк. Есть ли вероятность возрождения мюзикла «Красавица» и «Чудовище»? Не надо. Ну, как я поняла, что, да, что, в общем-то, если того захотят... Потому что, как выясняется, в Москве огромная нехватка первоклассных постановок для семейной аудитории, на которые можно прийти не только взрослым, но и взять с собой детей, и будет интересно и детям, и взрослым одинаково. Вот есть либо только для детей что-то, где взрослые приходят просто и скучают откровенно, или есть что-то для взрослых, куда детей и висит, и не стоит. Ну, я скажу, для артистов это очень тяжелый был проект, поскольку тяжелые костюмы там... Ну, потому что Лена играла роль чайника. Нет, там все играли предметы, там были очень... Если все вот облегчится, потому что костюмы весили у меня до 20 килограмм, это... Зато какая физическая нагрузка, Лена. Нет, это куча проблем нет. А когда мы поставим король лев или тарзан, придется играть еще и животных. Боже мой, боже мой. Вот такая же простая, а Лена... Здесь что-нибудь человеческое. Да-да-да, вот все говорят, быть актрисой это так прекрасно и так легко. Нет, замечательно, у меня разные были, меня в разные мотало в грани, поэтому ничего. Там в Тарзане это самка горелая. Самка горелая, замечательно, волосатая, да? Ну, так страшно. Нет, она очень хорошая, думаю. Друзья, давайте пока... Да раскрою тайну, что он будет, что следующая. Не раскрою. Да, Дмитрий, кстати, он такой вот, ты его спрашиваешь про новый проект, он молчит как партизан. Да он сам еще не знает до конца. Даже если его пытать... Нет-нет-нет, он все знает, он все знает. Он просто молчит. Дмитрий, возможно ли, что Наталья Быстрова хотя бы изредка будет играть Софи? Так хочется опять увидеть ее в этой роли. Я думаю о том, чтобы сделать несколько спектаклей, может быть, пару недель в следующем, ну, после Нового года со звездным составом «Мамма миа», с тем старым составом «Мамма миа». Это будет такая, может быть, акция специальная. Ну, давайте оставим это сюрпризом для наших... Ну, естественно, естественно. Я другого ответа не ожидала. Все будет сюрпризом. Друзья, Антонина спрашивает. Дима, Елена, не будем лукавить. Абба – это песни нашей молодости. Вопрос простой. Какие у вас лично связаны воспоминания с этой музыкой? Ну, Новый год, как и все, да? Звезды зарубежные. Happy New Year. Happy New Year. Мани, Мани. Вот. Это очень красиво. У меня вот детские такие воспоминания, что это вот две красивые, потрясающие блондинка и брюнетка. Вот. Потрясающие голоса, потрясающие песни. Вот какой-то такой визуальный вид. А я помню фотографию, которая была... Помню, была передача «Международная панорама», и в этой фотографии там Бовин тогда вел, как сейчас помню. Может быть, не Бовин, может быть, какой-то другой был ведущий. И была фотография, где вся четверка сидела на велосипеде голая. И вот тогда критиковалось это очень активно, что вот видите, падение нравов в капиталистической Европе, куда же мы катимся. А мне тогда, как подростку, мне это страшно не интересовало. Как интересно, голые на велосипеде. Какие интересные вас воспоминали. Но на самом деле, вы говорите о том, что у нас связано в прошлом, у нас связано не в прошлом. У нас и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Потому что мы работаем с этим мюзиклом, мы живем с этим каждый день, с этими песнями, с этой потрясающей музыкой. У меня две младшие дочери 5 и 7 лет. Они «Мамма мию» любят едва ли не больше, чем мюзикл «Русалочка», что удивительно. Они половина не понимают там шуток, потому что там взрослые такие есть моменты и достаточно много. Но их так заводит эта энергетика. Вот они вчера были на спектакле, они танцевали вместе со зрительным залом. И слышала о смехах я даже со сцены. Они так веселились такие шутки. Друзья, поскольку время у нас бежит абсолютно быстро, я почитаю вопросы, которые в прямом эфире приходят. Здравствуйте, пишет нам Ирина. Идет ли мюзикл «Дневное время»? Конечно. В субботу-воскресенье в 2 часа дня. Дмитрий, я думаю, что это не только меня интересует, но и многих других, будет ли ставиться мюзикл «Король лев». Да, будет. Слушайте, мне нравится, как вы быстро пошли. А где столько негров возьмем? Не негров, а темнокожих. Темнокожих. Ну вот так говорить. Так, 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 так. Ну, давайте тогда сейчас, пока я попробую разобраться в этом большом количестве вопросов. Вы знаете, блин такой. Я не могу, понимаете? Если бы нам писали короткие вопросы, нам же пишут вот такие полотна, а Елене вообще хвалебные оды. Поэтому, друзья, мы сейчас уходим на заставку, вы присоединяйтесь к нашей беседе, у вас есть уникальная возможность задать свой вопрос Дмитрию Богачеву и Елене Черквяне прямо сейчас. Я решила. Пока наберешь этот вопрос. Спасибо. Друзья, мы как-то, знаете, уходим из эфира, приходимся. Все настолько... Так, друзья, мы уже, вы знаете, мы уже вернулись. Ну, в принципе, да, можем продолжить диалог. От Дарьи вот какой вопрос. Дорогие и любимые Елены и Дмитрия. Мюзикл «Мама ми» — это большая подготовка к свадьбе. Вы, насколько я знаю, тоже люди семейные. Как готовились к свадьбе вы? Только не увиливайте от моего вопроса. Очень вас прошу. Вот так вот. Давай, рассказывай. Ну, у меня было три свадьбы, поскольку у меня было три замужества. И это я могу долго рассказывать. Давайте обо всех и по порядку. Нет, ну, последний. Ну, было у меня второе замужество интересное. Вот когда я была на девятом месяце, и мы расписались с Ираклием, и стали поздравлять почему-то меня... Ой, не меня, а Ираклия, и его сестру сказали на меня. Мне говорят, а вы, свидетель, пройдите, поздравьте. Я вообще сказала, вообще-то я невест, вроде как бы жена. Вот, а с нынешним мужем, с Алексеем у нас было очень романтически. Он устроил свадьбу, была в лес... Ну, не в лесу, а на, так скажем, на дачном участке на нашем. Вот, все было в таком в ретро-20-м году стиле. У меня был костюм красивый, на руках у меня нес какие-то... Ну, было очень красиво, очень красиво. На следующий день мы разъехались. Я уехала в Бельгию на гастроли, а он уехал на постановку. Вот так у нас был храмитовый месяц. Но мы 20 лет практически уже с ним вместе. А мне кажется, с вами можно отдельный эфир провести. Да, да, на это я могу. Какие у вас были свадьбы? Да, это у меня... У меня была студенческая свадьба, это было 22 года назад. Портвейн, три семерки. Знаешь, да, приблизительно так. Значит, мы приехали, машин никаких, конечно же, не было. В ЗАГС мы приехали на троллейбусе, уехали на такси, жили на съемной квартире, даже не на съемной, а в комнате съемной в Сходне под Москвой. Есть было нечего. Поэтому они делали детей. Да. Голодали, да, и рожали детей. С тех пор живем дружно и счастливо. Добралась я до вопроса. Знаете, я говорю, пока дойдешь до сути, Александра спрашивает вас, Дмитрий, с какими мыслями вы смотрите постановку, и не хотели бы вы тоже выйти на сцену? Это так вот, если вкратце, что называется. Я предлагаю ему с Сэмом выйти. Считается, знаете, у музыкантов есть такое поверье, что дирижеры обычно это несостоявшиеся музыканты, да. Вот также есть поверье, что в театре, в том числе в коммерческом театре, что продюсеры это несостоявшиеся актеры. Нет, у меня такого комплекса нету, но периодически я выхожу на сцену, на премьерах для того, чтобы поблагодарить зал, для того, чтобы поблагодарить артистов и постановщиков. Мне этого достаточно. А папа Безенка, у тебя там не смысл в Тарзане. Есть горелла на песенках. Ха-ха-ха. Я пытаюсь серьезно отвечать на вопросы. Слушайте, у нас все должно быть весело и задорно. Елена, у вас прям сегодня хорошее настроение. Мне это очень нравится. Тогда для вас вопрос. Елена, а вы бы не хотели сыграть во втором мюзикле «В русалочке». Я видела эту постановку, и вам бы подошла роль злодейки Урсулы. Я не имею в виду, что надо бросить молнию. А вот мы как раз и хотим, есть идея такая, махнуться, поменяться. Подождите, можно я дочитаю до финала? А вам, Дмитрий Альбертович, например, удалась бы роль краба? Каждый должен заниматься своим делом. Какие находчивые. Вот смотрите, меняем Быстрова на Черквиане. Быстрова идет Софи играть, а Черквиане идет Урсулу играть. С удовольствием. Вот как-то так. Да, я бы сказала, потому что материал интересный. Друзья, от Романа... Задоешь? Ну, Елена, вы понимаете, что здесь на самом деле все пишется, и потом же из песни слов не выкинешь. У нас есть потом видео подтверждение. Роман спрашивает. Елена, когда же именно вот Роман увидит вас в кино? В кино? Ну, вот был недавно фильм, я недавно там... Ну, я когда снимаюсь, ну так, небольшими ролями балую, потому что уходить куда-то в сериалы и серьезно что-то сниматься, значит, ну, забрасывать сцену. Пока мне этого не хочется. Меня очень нравится. И мне не хочется. Да. Как же, Елена, уйдет и что дальше? А вы вообще, да, такой, собственник не отпустите, я понимаю. Когда я ушла на один проект, да, ну, в «Окновенное чудо», Как я ревновал, да? Да он сказал, говорит, ты ко мне вернешься, я говорю, да. Нет, я уже привыкла, мы уже 8 лет вместе, хоть он помладше меня. А звучит-то как 8 лет вместе. Да, начинали с кошек, очень тяжело было. Зрители, зрители не так шоу, это был процесс такой. А есть ребята, которые сейчас в «Норд-Осту» играют, да. То есть это уже 12 лет. Не, ну кто постоянно? Целая история. Так я говорю тебе постоянно, кто во всех проектах? Вика Конаткина. Бобров. Друзья, вернитесь ко мне, у нас 5 минут осталось. У меня такое ощущение, что вы давно не виделись. Просто наслаждаетесь общество друг друга. Олег спрашивает. Елена, опять вам вопрос. Вы же простите, я, конечно, да. Елена, вы прекрасны в образе Донны, хотели бы вы жить, как она, на берегу моря. Зачем вам эта скучная, суетная столица? Боже мой, конечно бы я хотела бы. Если бы там был бы театр, я бы с удовольствием, честно говоря, работала бы за границей, потому что Москву я люблю, но мне не нравится здесь климат. Я себя здесь не очень хорошо чувствую, чего-то все время, чего-то как-то воздуха не хватает. Конечно, я люблю море, я люблю солнце, и был бы там вот театр, стычен, тротем. Да, и Денис Трикон, а что вы сделаете? Иди в образе обезьянки. Тьфу, ну, я. Очень смешно. Нет, с удовольствием, с удовольствием. Я вообще человек позитивный, я люблю, когда вокруг счастливые люди радостные, здоровые, я это очень люблю. Поэтому, может быть, я много лет прожила в Грузии, люди там солнечные, радостные, любят друг друга, любят хорошо выпить, поесть, любят песни петь, поэтому мне очень близко, ну, как бы это близко, близко такая атмосфера. Дмитрий, для вас вопрос. Неужели? Добрый день. У меня вопрос. Дмитрию, Дмитрий, вы открыли новый театр вашей компании «Россия», теперь два театра в Москве у вас, в театре «Россия» будут идти новые мюзиклы, а в МДМ повтор прошедших постановок или в двух театрах будут идти и новые постановки старые? Нет, мы предполагаем репертуар этих двух театров и программирование этих двух театров разделить по принципу семейных постановок для семейной аудитории для театра «Россия», для более взрослой аудитории для театра «МДМ». Следующий вопрос, вот у нас четыре минуты осталось, а вопрос, Дмитрий, почему вы решили заниматься именно мюзиклами? Друзья, здесь, наверное… Ну это да. Вы знаете, я с детства любил театр и музыку, занимался музыкой и физикой, помимо того, что я закончил серьезное у меня музыкальное образование первое, а затем очень серьезное было физическое образование, то есть МИФИ и Курчатский институт. И вот в продюсировании я нашел себя и понял, что эта профессия требует очень широкого кругозора и технического, системного мышления, аналитики, которая присуща точным наукам, и любви к искусству, и какого-то чувства прекрасного, которое свойственно, соответственно, музыке и искусству. Вот в Дмитрии, мне кажется, знаете, есть два человека. Есть человек-продюсер и есть Дмитрий. Вот когда он начинает рассказывать, вот прям включает человека-продюсера, у вас это очень чувствуется. Давайте, вот какой первый вопрос от Ирины. Елена, какой мюзикл вы бы хотели сыграть на московской сцене? Еще? Видимо, да. Ну, любой какой привезут, но в принципе мне бы не хотелось, конечно, хотелось бы человеческий образ, не хотелось бы. Предметы и обезьяны. Но это интереснее, потому что это все-таки все равно сказка, все равно там есть какие-то плюсы. Ну, это все сказка. Елена, вы конкретно скажите, потому что следующий вопрос для Дмитрия, вы конкретно называете сейчас? Вот какая история вам нравится настолько, что вы хотели бы ее сыграть? Ну, это очень большой вопрос, потому что мне хочется и это, и то. Колобок, да? Сансет-бульвар, например, интересный. Колобок. Вот Дмитрий хочет, да, колобка сыграть. Я лисица, ты колобок, я тебя съем. Нет, я просто почему спрашиваю, потому что второй вопрос был вот от Ирины. Дмитрий, уготовили ли вы выполнить это желание Елены? Вот я боюсь, что сказку «Колобок», которую вы назвали. Принцип, очень важный принцип. Мы готовы выполнить, и я в частности, и мы все вместе готовы выполнить желание только зрителей. Да. Никакие свои собственные желания и желание артистов, желание продюсеров не имеет никакого значения при выборе постановки. Только зрители определяют что-то. Потому что у нее есть тайные желания мюзикла, но мы не скажем. И последний вопрос, заключительный. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, планирует телекомпания Stage Entertainment постановка мюзикла «Отверженный в России». Планируется. Все. Вот на этой ноте прекрасно. То есть никаких деталей вы набираете. Вот там пролей много интересных. Так, в общем, я поняла, что вы вдвоем уже так в теме. А я так вот, мне только сказали одно слово, планируется. И все. И больше ничего. Я от вас не выйти, но нет? Нет. Понятно, друзья. Пока. Пока. Ну, слушайте, я хочу сказать, что еще придете, значит, в гости отдуваться за этот мюзикл и отвечать на все вопросы наших читателей. Причем очень довольствием. Здесь так хорошо? Да? Да. Спасибо. Оставайтесь у нас. Друзья, спасибо огромное, что вы задавали вопросы и присоединялись к нашей беседе. И в течение этих 30 минут, я надеюсь, что вам было с нами очень интересно. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова